В Новопаловском парке на месте клумб с цветами и садовых деревьев активно произрастает борщевик. С каждым днем растение захватывает новые территории. Разумеется, местных жителей, гуляющих по парку, это в корне не устраивает. Борщевик это не есть хорошо для парков, тем более, где детей много. Я считаю, что это надо выкашивать, хотя его надо было предупреждать заранее. К тому же борщевик, если он разрастается, его уже не остановить. Борщевик очень опасное растение, которое при соприкосновении с человеком вызывает сильнейшие ожоги. Данное растение появилось в нашей стране во второй половине 40-х годов. Первоначально борщевик завезли с Кавказа для того, чтобы он стал главным кормовым растением для крупного рогатого скота. Но в средней полосе страны борщевик не прижился. В конце 40-х годов 20 века ведущие ученые и биологи вывели вид борщевика, который идеально адаптировался к климату тех областей, где его собирались выращивать. И, по их мнению, мог бы стать ведущей кормовой культурой. Но спустя несколько лет борщевик перестали использовать как кормовое растение. И он стал произрастать везде, где ему это удавалось. У борщевика нет вредителей и болезней, поэтому борьба с ним затруднительна. К тому же он безжалостный захватчик. Он очень быстро занимает новые территории, тесня другие растения. В Новопаловском парке заросли борщевика можно встретить в нескольких местах. Надежда Попова несколько дней назад обращалась с заявлением в организацию, обслуживающую парк. Через день ей пришел ответ о том, что необходимые меры будут приняты. Однако до сих пор борщевик продолжает расти на своем месте и представляет опасность для каждого, кто вступит с ним в контакт. Многие не знают об этом растении. И как бы ни случилось, не дай бог, какое-то дитё сюда угодило и какие-либо ожоги получило. Просто по незнанию. Нужно отметить, что всё-таки сорняк этот очень опасный, ожоги очень опасные. И хотелось бы, чтобы не просто окосили. Потому что окос это дальше всё равно растение пойдёт. Нужно, чтобы его как-то выкорчили конкретно. Отдыхающие в Новопаловском парке надеются на то, что сотрудники организации, обслуживающие парк, ликвидируют это опасное и в какой-то степени ядовитое растение. И в парке снова смогут без всякой опасности гулять и отдыхать все желающие. Семён Иванов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».